На Славянском курорте продолжаются работы по переносу газопровода среднего давления. Большая часть трубы уже перенесена. Переносят старую трубу, вот она, но в то же время и добавляют участки новой трубы. Они вот здесь прямо можно это все увидеть. Тем не менее, более 10 улиц и переулков Славянского курорта все равно остаются без газа. Кстати, стоит отметить, что сегодня суббота, 4 сентября и работников, которые бы переносили газопровод, здесь нет. То есть в выходные дни работа не ведется. Пока ремонт газовой магистрали продолжается, порядка 10 улиц остаются без газа. Сейчас я нахожусь как раз на перекрестке таких улиц. То есть все, что находится за моей спиной и по правую сторону, это все дома без газа. Люди вынуждены готовить себе еду и греть воду на кострах. Кроме того, сейчас выясняется еще одна проблема. Людям проводят ревизию газового оборудования и требуют его оформления, что стоит достаточно больших денег для многих. Было отключено 15 улиц наших и с переулками. На данный момент подключена улица только Лызенко, Рахмановская, половину Сергеевской. Еще не полностью она разблокирована, пломбы не сняты. И плюс на квартале второму, только началось два дня, распломбировали улицу Приозерную. Остальные улицы все сидят без газа. Оказывается, что именно наш этот район, квартал 1, именно где вот этот курорт, нас начали переподключать на резервную линию от Кирпичного. А второй квартал за озером, там начали подключать от Восточного микрорайона. Если на том же месте просто наименование котла, то есть поменяли котел или поменяли газовую печь, как была четырехкомфорочная, только на то место поставили новую, потому что, ну все, срок действия истек. Нам из-за этого же не подключают газ, потому что новая печь, она у вас не зарегистрирована. Новый котел и вот это всех людей гоняют. Всю жизнь жили, приходили горгаз, раньше же приходили ревизию печек делали. Вы знаете, почему вот это получилось? Потому что басносновные цены. У людей нет денег платить по такой цене им, для того, чтобы они пришли сами, установили этот котел, установили эту печь. Ну люди, ну мы же жили, ходил контролер, видела. Многие люди, когда перекрыли газ, просто кушали в сухомятку. Некоторые просто выносили на улицу кирпичики, дробца и готовили именно на огне. Ну в кого, конечно, ну бабушки, например, 1700 получают пенсию, откуда она пойдет, возьмет эту печку, если она стоит 700-800 гривенников. Еще один интересный факт по поводу качества старой трубы. Вот здесь стоит хомут, установленный еще в 2014 году, после того, как этот газопровод был поврежден во время одного из обстрелов. Почему этот участок не меняют, тоже остается большим вопросом. Большую часть трубы непосредственно с берега озера Вейсово убрали. Остались только вот такие вот зубы дракона, старые бетонные столбы, на которых и лежала труба. Уберут ли их после завершения работ или оставят как достопримечательность, пока неизвестно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Мы будем рассказывать обо всех интересных событиях нашего города.